Приветствую, друзья, сердечно. Как снять стресс и собраться с мыслями? Ну вот, например, Сталин, он ходил, забивал трубку, то есть сделал полуавтоматические движения, а Черчилль рисовал, оказывается. Так вот, я придумал комнату психологической разгрузки, и скоро у нас будет изумительный вебинар, который так и будет, наверное, называться «Как создать свою комнату психологической разгрузки». А началась эта история с того, что я по приглашению Андрея Григорьевича Николаева в Центре подготовки космонавтов создал модель невесомости у человека на Земле, чтобы он быстрее адаптировался к полету. А затем меня пригласили в электронную промышленность в Армении, и пять лет я занимался обучением операторов с микроскопами, чтобы они не делали ошибок, когда создавали вот эти микропайки там делали, потом у меня учились все психологи электронной промышленности. И в каждом номере, это 85-й, а там я с 83-го года работал, пять лет я даже с фамилией Алиев получил премию Ленинского комсомола в Армении. Вот такие дела, друзья. Так вот, почему я об этом вам рассказываю? Потому что там была комната психологической разгрузки, куда меня пригласили поработать, ее усовершенствовать, и там. Это такие, знаете, панорамные слайды с видами природы, шум бегущей воды. И там люди занимались, группы которых приглашали из цехов, которые очень уставали с микроскопом, это очень сложная работа, зрительная утомляемость. Там они сидели, отдыхали, пили кислородный коктейль, тогда был модный, и, значит, обучались через динамик аутотренингу, который вел в записи Гримак Леонид Павлович. Мною очень уважаемый человек, который, собственно говоря, меня с этой электронной промышленностью познакомил, и с центром подготовки козлонафта познакомил Гримак. Я, собственно, вот этой комнатой занимался, но потом я, поскольку я уже придумал ключ, как моделировать состояние весомости в земных условиях, я поэтому стал переделывать эту комнату под обучению ключу, чтобы потом эти операторы, посетив эту комнату психологической разгрузки всего лишь несколько раз, потом могли у себя на рабочем месте в нужный момент быстро вызывать у себя ключевое состояние безмятежности, погружения в эту нирвану, так сказать, и быстро восстанавливаться. Да, и это им очень помогало. Даже через много лет мне потом звонили, писали, что они меня помнят, столько лет прошло. Так вот, знаете, дело в том, что 15-20 тысяч человек производства заводить комнату невозможного психологической разгрузки. И поэтому я и создал методику, чтобы человек мог на своем рабочем месте это делать. И поэтому я сейчас создал методику, с помощью которой человек может сам себе создать комнату психологической разгрузки, о чем будет у нас вебинар, который я объявлю потом. Так вот, дело в том, что я прежде, чем объявлять что-то о чем-то новом, всегда проверяю, есть ли это где-то в мире. Вот ко мне приезжали из Индии, например, три человека. Один приезжал там в конце 80-х, и два помоложе приезжали уже в 2000-х годах. Тот, который приезжал в 80-х, был очень известный бизнесмен, который занимался шелковой промышленностью в СССР. И когда ему показал приемы левитации, он говорит, о, новое направление Индии, это йоги. Я говорю, не-не, это ключ. Я его учил ключу. А он йогу знал, он йогой занимался. Он очень просвещенный, мудрый человек. И очень взрослый был тогда, он был старше меня. Тогда ему уже было 60 лет, а я совсем был молоденький. А вот потом уже, когда я был генеральным директором Центра защиты от СССР в Москве на Таганке 25 лет, в один из моментов ко мне мой товарищ Саша, который занимался ювелиркой, увлекался и любил оперу, и любил много чего, очень такой просвещенный человек. Он давно уехал, и мы с ним переписываемся. Привет, Саша. Он прислал ко мне двух ювелиров, которые в Москве работают, у которых были проблемы, и они занимались йогой. Я говорю, а что же вы йогой занимаетесь, а вам это не помогает, что ли? Что вы ко мне пришли? Они говорят, ну да, у нас страхи бывают, переутомления и так далее. В общем, я им показывал приемы левитации по ключу. И они тоже сказали, что они такое впервые слышат. Но они жили в Индии раньше. Они знают Индию, они с Индией переписываются постоянно, у них там друзья, родственники, родители и так далее, и они не знали вот этих приемов. И вот сейчас я беседовал. Полтора часа записи было в скайпе, жаль, что не сохранилось, но я очень благодарен Алексею, потому что Алексей очень интересный. Мы полтора часа беседовали, и оказывается, получилось так, что я просто приставал с вопросом, мне хотелось узнать, есть такое на Тибете или нет. Я понял, что такого, то, что я хочу показать на вебинаре, нет. Таким образом, мы сейчас произведем еще раз объявление будет о том, что будет у нас вебинар, как создать свою комнату психологической разгрузки, чтобы снять стресс и собраться с мыслями. Без трубки, без трубки. Хотя я раньше курил всегда трубку, могу однажды здесь выступить, показать. Ну, правда, не буду курить, потому что курить вредно. Так вот. Но мне говорили, как вам идет трубка. У меня на многих книжках фотографии мои. И там я с трубкой тоже сижу. Например, Амрита Русь свое время выпустила, ну, сейчас у меня далеко здесь лежит, там я сижу на обложке с трубкой. Как сократить путь к коротким достижениям. Ну, смотрите за книжками моими. Сейчас Амрита Русь будет выпускать одну за другой. Смотрите там в Алгересе или в Азоне. Мы уже Наташину книгу выпустили. Тоже называется «Метод ключ». И там от мечты к творчеству. Там беседы со мной и фантастические сюжеты соединяются в мои интервью. Очень интересная книга у Наташи. Ну, потом еще раз покажу. Итак, друзья, до встречи. Я хотел вам сказать, что прежде чем я говорю о том, что будет новое, созданное именно, авторское, и сейчас это современное, самое современное в мире, чего в мире нет, ни в йоге, ни на Тибете, нигде нет, хотя я очень люблю Тибет. Я переписывался с администрацией Далай-Ламы. Хотел даже туда поехать. И мне писали письма, что желают мне успехов и так далее. Да, очень здорово. Сейчас мой шеф по диссертации медицинской, которую я защищал в свое время, для лиц опасных профессий, имеет этот ключ. Он находится там, у Далай-Ламы, потому что Далай-Лама любит ученых, это не религия. И там он находится, и они изучают там, а он сейчас завод делом психологии Института медико-биологических проблем. Там находится у Далай-Ламы, они изучают феномен Тукдема. Ну ладно, он приедет, когда мы с ним, может быть, с вами встретимся, поговорим вместе. Ну ладно, до встречи, друзья.